Поэтому, Славыч, я приступаю. Здесь, видимо, у нас совместная демонстрация звука не передается. Поинтересуюсь у слушателей, как слышно меня. Поставьте плюсики. Все очень здорово. Хорошо, все, достаточно. Я уже узнал, что вы слышите меня хорошо, и могу приступать. Так как сегодня за один час я хочу изложить очень много материала. Хочется поделиться действительно нужными полезными инструментами для того, чтобы вы могли перейти от простого очного образования или того дистанционного образования, которым вы сейчас работаете. То есть отправляете материалы, получаете к тому образованию онлайн, в котором я стараюсь работать. То есть то образование, когда вы приближаете свой урок к уроку, который вы можете проводить в классе. То есть обучаемые у вас будут слышать, видеть. Вы будете видеть, как обучаемые выполняют задания. Использовать компьютер для того, чтобы собирать информацию о результатах тестирования. И будете принимать, соответственно, решения, которые позволят вам проводить занятия более интересно, эффективно, быстро. То есть появляющихся инструментов сейчас очень большое количество. И изложить их буквально за час не имеет никакого... Не имеет возможности, поэтому я буду кратко, быстро и так далее. И весь смысл того, что я буду вам рассказывать, заключается в том, что все говорят про искусственный интеллект. Я специализируюсь на том, что я создаю подобные системы, которые автоматически принимают решения в результате тестирования. Сейчас один из моих проектов участвует в конкурсе, в международном конкурсе от Microsoft по искусственному интеллекту. Здесь я оставил вам ссылочку, где вы сможете увидеть, какие проекты создают молодые ребята. И надеюсь, скоро в будущем вам не придется изучать такие сложные инструменты. Вы просто будете приходить на свои занятия, проводить эти занятия. А искусственный интеллект с помощью веб-камер, с помощью других устройств будет анализировать вашу деятельность. И помогать, подгружать задания, выдавать их, проверять, записывать эти видео уроки и так далее. Но для этого стоит немножечко подождать. Для тех, кто ждать не хочет, а хочет это уметь делать на сегодняшний день самостоятельно, вы и пришли на мой вебинар. И для вас я расскажу эти инструменты, которыми вы сможете проводить, записывать, проводить свои занятия, анализировать результат тестирования, записывать и так далее. Здесь я сделал несколько вкладочек вам презентация сохранится. Это то, какие проекты вообще в области искусственного интеллекта подготавливаются на сегодняшний день в образовании. Мы пока просто говорим о цифровизации, о том, что буквально через 10-15 лет все изменится. Но вы видите, в свете современных событий, перейти на дистанционное обучение пришлось практически всем. Ввиду страшного вот этого вируса, который нас окружает, всех перевели в дистанционный формат. И оказалось, что в режиме онлайн, ну, работать готовы еще проект. Еще не все. То, что те формы, которые на сегодняшний день предлагаются, они не столь эффективны. И, к примеру, даже если вы умеете созваниваться по скайпу, то просто проводить занятия по скайпу, это, конечно, малоэффективно. Нужно еще будет дополнять ваше занятие различными интерактивными элементами, которые позволят сделать ваше занятие интересными. Ну, так как у нас тема сегодня посвящена инструментам, то самые первые инструменты, о которых я сказал, это прежде всего для того, чтобы ваше занятие было не просто дистанционным. Я делаю отличие, что дистанционный формат, к примеру, курса заключается в том, что вы отдаете своим обучаемым материалам, они их изучают, проходят какие-то тесты и вам присылают. А онлайн занятие – это занятие в режиме реального времени, когда вы используете и все средства дистанционных технологий, то есть созданные свои дистанционные курсы, подготовленные тесты и проводите занятия в режиме реального времени, когда у вас перед глазами есть интерактивная доска. Вы на этой доске пишите, как на быкновенной доске. Слушатели вас слышат, могут точно так же писать на этой доске, размещать задания. И, соответственно, занятие необходимо приближать как можно ближе к простому человеческому взаимодействию, когда вы можете созвониться и голосом слышать своих обучаемых. То есть Skype позволяет созвониться индивидуально, Skype позволяет создать конференцию, то есть вы можете нажать всего лишь на значок «Создать конференцию», и для вас будет уже создана ссылочка, по которой вы можете приглашать своих слушателей, отправив эту ссылочку любым удобным способом, любым удобным образом. То есть мессенджеров, с помощью которых можно подключаться, существует огромное количество. Я далее про них буду рассказывать. Но так как у нас сегодня будет, за час мне нужно будет рассказать о большом количестве инструментов, вы просто напишите сейчас в чате, на какие инструменты мне сделать акцент, про что вы хотели бы услышать более подробно, потому что уровень наших слушателей, он может отличаться для тех, кто первый раз вступает в формат дистанционного обучения, и для тех, кто уже проводит занятия в режиме реального времени и желает услышать о каких-то инструментах генерирования, проверки, автоматической проверки, тестовых заданий и так далее. Вот пошли. Если можно, Zoom. Я вам расскажу сегодня про Zoom, как интегрировать, допустим, созданную конференцию на свой веб-сайт. Про Telegram тоже расскажу, что можно его использовать не просто как мессенджер, а для удобного хранения файлов. Модуль про модуль я тоже подготовил. Так что я думаю, вы пришли сегодня туда, куда надо. Про эти тогда моменты я буду делать акцент на сегодняшнем вебинаре, а еще какие-то отдельные вопросы тоже публикуйте. Мы находимся в режиме реального времени, и то, про что я буду рассказывать, я буду стараться провести сегодняшний вебинар. Поехали. Значит, помимо Скайпа существуют другие мессенджеры. Например, вы можете скачать Viber. Viber установить также на телефоны. То есть, если у вас на компьютере нет микрофона, не обязательно бежать за веб-камерой для того, чтобы проводить онлайн занятия. То есть, очень часто вы просто рядышком по мобильному телефону через WhatsApp, Viber или Skype, или любой мессенджер созвонитесь с обучаемыми, а на компьютере видите. Или демонстрируйте свой экран. Поэтому, где скачать Telegram, тоже я здесь рекомендую. По ссылочке можете скачать, установить Telegram. И Telegram устанавливается как на компьютер, так и на телефон. И на компьютере с помощью этого мессенджера работать намного удобнее, чем просто в телефоне. Вы перетягиваете файлы в созданные группы. Эти файлы автоматически помещаются в папочку, которая всегда отдельно доступна. Но о том, как пользоваться этими мессенджерами, это отдельная тема. Нам сегодня главное, что вы выбираете любой один мессенджер, который любит вашу аудиторию. То есть, если, к примеру, студенты сейчас любят Telegram, то школьники уже подсели все на Discord, потому что там ведутся прямые трансляции, они могут организовывать эти мероприятия у себя. И они привыкли к этому мессенджеру. Структура всех мессенджеров такова, что слева отображаются все ваши контакты. Или группы, которые вы создали. Группа – это где несколько контактов могут обмениться друг с другом информацией. О том, что такое Discord, кто о нем не слышал, то я предлагаю сказать ссылочку по этой ссылке, вы скачиваете Discord, и он работает аналогичным образом. Помимо вышеперечисленных мессенджеров, еще очень классный мессенджер. Мессенджером, да, а я бы даже сказал, это отдельным приложением, которое может объединять в себя различные расширения, является Microsoft Teams. Попробуйте его освоить, ссылочку я вам прикрепляю. Если у вас нет еще учетной записи, то вы нажимаете вкладочку «Приступить к работе», и вам будут доступны пошаговые инструкции. Поэтому можно работать в Teams просто в веб-бразере. То есть большинство тех мессенджеров, которые я сегодня перечислил, они имеют как и веб-версию, так и десктопную версию. Преимущество веб-версии в том, что вы просто входите с любого компьютера под своим логином в браузере, и ваш браузер уже имеет все настроенные приложения, авторизованные через ваш аккаунт. Преимущество десктопных версий – то, что они срабатывают намного быстрее, мгновенно включаются, мгновенно отправляете файлы и так далее. Но вот Microsoft Teams имеет массу дополнений, то есть вы его включаете, слева располагаются ваши контакты, вы добавляете эти контакты и с ними взаимодействуете. Но помимо контактов в Teams имеется возможность расширять различные приложения. То есть вы можете интегрировать свой созданный веб-сайт в Teams, вы можете сделать отдельную папочку на Google, Яндекс.Диск, и там будут доступны различные приложения. И разрабатывается множество сервисов, которые могут дополнять, к примеру, вашу созданную группу, ведь сейчас всех призывают проводить занятия либо в Zoom, либо в Teams, да? И в Teams вы можете включить тот самый Zoom, приложение Zoom, которое будет использоваться по умолчанию для проведения веб-конференции. То есть различные сервисы для проведения веб-конференции. К примеру, если какое-то приложение не работает, вы в самом Teams переключаетесь на другое. То есть как у нас случилось, когда наш вебинар пришлось перенести, то есть Мерополис не выдержал нагрузки, нам комнату не выделили, и мы вот встречаемся сегодня. Сегодня, да? То есть если вы будете использовать Teams, или мы, к примеру, предварительно договорились встретиться в общей группе Teams, у нас бы такой проблемы не произошло. При выходе из строя одного приложения вы могли бы переключиться, созвониться с помощью другого приложения. Поэтому движемся дальше. Далее, что необходимо использовать и очень помогает экономить время, это облачные сервисы. То есть я про серверные технологии еще рассказывал больше 10 лет назад. Тогда все думали, что это что-то было очень сложное, нужно было подключаться через FTP-соединение. И отправлять какие-то данные на удаленный компьютер. Но весь интернет это и есть облачные сервисы. То есть вы, когда работаете через браузер с веб-сайта, вы получаете информацию с какого-то сервера, который расположен удаленно. Облачные сервисы, они приближают просто процесс взаимодействия работы с файлами к тому, как вы привыкли работать на компьютере. И поэтому здесь вы скачиваете либо Google, либо Яндекс.Диск. И я рекомендую установить в этот диск программу не просто использовать в браузере и перетягивать в нее различные файлы, а установить этот диск на компьютер. Тогда указав папки, которые будут синхронизироваться, вы просто работаете на своем компьютере, помещаете в эти папки материалы, а ваше обучаемое, один раз получив какую-нибудь ссылку на эту папку, будут видеть все материалы, все фото, видео, учебные материалы, тестовые задания, которые автоматически появляются или удаляются из этой папки. Дальше работа с облачными сервисами позволяет создавать как простые документы, таблицы, презентации, этапы, создавать различные тестовые задания. Поэтому для тех, кто не работал с облачными сервисами, я подготовил вот этот слайд. Вы просто заходите к себе на Google Диск или Яндекс.Диск, там происходит аналогично. Создаете новый документ, если вам нужно создать какой-то документ, или же, если вы хотите запустить тестирование, а одно из тем нашего сегодняшнего вебинара, это как проводить тестирование. То есть множество сервисов предлагают удобные инструменты для создания тестов. То есть когда вы просто в определенное место публикуете свои вопросы и указываете, какие варианты ответов будут правильными. В Google Формах можно делать это тоже аналогично. Для того, чтобы это сделать, достаточно нажать всего лишь три кнопочки. То есть вы слева нажимаете Диск Создать, а опускаетесь ниже на кнопочку Еще, высвечивается дополнительное поле по созданию форм. Вы создаете форму. Сейчас я вам просто покажу, что, допустим, конкретно для создания тестовых заданий существует Google Задание. То есть вы рядышком напишите с Google Диском Google Задание, и вы сможете задавать. Но чем удобно создание этих форм, тем, что вы сможете получать данные в виде таблицы и потом их обрабатывать. Это тоже отдельный момент. Если времени хватит, я еще сегодня расскажу на сегодняшнем вебинаре. Просто что, к примеру, в некоторых странах Google не осуществляет свою деятельность, и там недоступны инструменты Google. И существуют другие облачные сервисы, в которых можно делать это аналогично. К примеру, Яндекс.Диск. Аналогичным образом вы устанавливаете на свой компьютер Яндекс.Диск. Аналогичным образом слева сверху у вас есть кнопка Создать, по которой вы сможете создавать различные документы и различные формы для спора информации. То, что я рекомендую, это всегда установить на компьютер десктопную версию для работы. И тогда десктопная версия будет автоматически синхронизировать все ваши файлы, которые расположены в папочке Яндекс.Диска, с отдельно созданной папочкой на вашем компьютере. То есть, когда вы установили на компьютер, вы можете работать уже с Яндекс.Диском, как с отдельной папкой на своем компьютере, через веб-браузер, и также вы можете работать через свой мобильный телефон. То есть, проблемы связаны с тем, что нужно отправить студентам какие-то обучаемому одному, какие-то файлы уже не существует. Вы просто создаете документ, располагаете в папку, созданную для данного студента, для данного обучаемого, и он по этой ссылке всегда будет иметь доступ к актуальным материалам, к тем материалам, которые вы располагаете для него. Удобным свойством является облачных сервисов, то, что вы можете хранить безлимитное количество фотографий, и здесь для образования может пригодиться то, что если вы делаете, к примеру, фотографии каких-то документов, а потом нужно осуществлять поиск по тексту этих документов, то облачные сервисы автоматически сопровождают ваши фотографии, то есть где были сделаны фотографии, если есть какой-то текст на этих фотографиях, он автоматически распознается и дополняется тегами этих фотографий, поэтому тоже очень удобно использовать. Далее, здесь я привел всего лишь один пример для создания каких-то викторин, для того, чтобы вы могли создавать свои интересные занятия, то есть собирать статистику и запускать какое-то тестирование, или, может быть, кто-то слышал о сервисе Kahoot, если кто-то не слышал, то попробуйте. Прикрепил пошаговую инструкцию, перейдя по этой ссылке, вы посмотрите, как пользоваться этим сервисом. Но этот сервис очень удобен, вы создаете какой-нибудь тест-опрос в викторину, отправляете ссылку на эту викторину, и ваши обучаемые на мобильных устройствах проходят этот тест, викторину, а вы на своем дашборде, то есть в дашборде преподавателя, видите все данные, которые поступают по результате этого теста, викторины и так далее. Так, пока еще далеко не ушел, я подготовил для вас видео о том, как создавать Google форму, поэтому я сейчас попробую его запустить, да, о том, как нажимать, куда подводить мышку, и как собирать данные результаты этого теста. Привет, дорогие друзья! Сегодня мы познакомимся. Здесь видео длинное, а у нас сегодня вебинар короткий, поэтому я перемотаю на серединку для вас. Чтобы вам не пришлось вводить КАК. Чтобы вам не пришлось вводить КАК. Немножечко отстает, да? То есть, как зайти и создать форму, я вам показал, а здесь я покажу, как настроить автоматическую проверку тех заданий, которые вы будете располагать в Google форме, да? Поэтому давайте посмотрим небольшой этот подготовленный видеоролик, и пока вы будете его смотреть, задавайте свои вопросы, что бы еще хотели услышать, на какие инструменты получили. Поэтому первое поле, которое мы делаем, это будет имя обучаемого, и выберем тип текст. А уже далее будут создаваться наши вопросы. Нажимаем плюсик, и здесь печатаем свой вопрос. Напишем для примера пару простых примеров. К примеру, 3 плюс 5 равно, и вариант выбора ответа. 8 добавим, и добавим несколько неправильных вариантов. Для того, чтобы добавить следующий вопрос, нажимаем плюс, и переходим к следующему вопросу. Давайте здесь напишем чуть-чуть посложнее пример. В несколько действий 4 плюс 5 умножить на 4. Как вы помните, сначала нужно сделать операцию умножения, а потом прибавить 4. Правильный ответ будет 24, и ведем несколько неправильных ответов. Нажимаем кнопочку плюс, добавляем последний ответ. Вопрос, в котором мы сделаем несколько вариантов ответа. Поэтому тип этого вопроса будет уже несколько вариантов. К примеру, квадратное уравнение x минус 5 умножить на x равное 0 будет иметь два правильных ответа. Это если x равен 5, и если x равен 0. 5 минус 5 умножить на любое число будет равно 0, и 0 умножить на любое число будет тоже равняться 0. Поэтому здесь будет два правильных ответа. 5 и 0, ну и мы можем добавить неправильный ответ. Ну, в принципе, для примера наша первая форма готова, и мы смело можем отправлять тест нашим. Обучаем. Нажимаем кнопочку отправить. и нажимаем кому отправить. Для примера я отправлю себе на email, нажали кнопочку отправить, перейдем в свой email, проверим, как пришли данные. Итак, аналогичным образом будут приходить данные вашим обучаемым. Нажимаем на кнопочку заполнить форму, и мы уже видим, как готов наш тест. Здесь вы вводите ваше имя. И я для примера введу все правильные ответы. Нажимаю кнопочку отправить. Все данные уже получены. И вы можете смотреть их в режиме реального времени во вкладочке ответы. Видите, пока 100% обучаемых ответили верно. У нас показывается сколько пользователей как ответили. И для того, чтобы эти данные было легко обработать, автоматически выставить оценки, мы создаем таблицу для данной формы. Нажали зелененькую кнопочку добавить таблицу с таким же именем, как наша форма добавляется таблица. Вот. И мы видим, что тот ответ, который мы вводили, уже получен в этой табличке. итак, давайте посмотрим, какие еще способы поделиться этой формой существует. Нажимаем кнопочку отправить и попробуем передать ссылку на эту форму своим обучаемым, чтобы вам не пришлось вводить каждый e-mail того слушателя, кому хотите отправить форму. Нажимаем на ссылку, ставим галочку короткий URL, чтобы они могли напечатать, если она автоматически не будет открываться. Нажимаем кнопочку копировать и заходим в любой удобный мессенджер. Я зайду, к примеру, в Skype и отправлю эту формочку пока для проверки себе. А вы сделайте так, чтобы эта формочка отправлялась вашим слушателям в группе, чтобы сразу все пользователи открыли эту ссылочку. Итак, ссылочка отправлена, а я давайте возьму мобильный телефон и попробую заполнить эти данные с мобильного телефона. Итак, формочка открывается удобным образом. Я пока заполняю другие данные для того, чтобы вы могли это увидеть, я открою табличку и покажу, что по мере поступления пользователями данных они будут поступать в эту таблицу. Так, с мобильного телефона необходимо будет вводить email, тоже полезная штука, вы будете проверять, чтобы никто не делал за других задания. то есть они могут вводить только со своего аккаунта. Итак, вот он, вторые данные поступили, пример, Макс ввел следующий вариант ответов. Первый, второй вопрос правильно, а на третьем вопросе он допустил ошибку. Ну, давайте смоделируем сейчас процесс обучения и наши пользователи будут вводить данные вот Федор ввел ответы на нашу форму. То, что я говорил, email появляется автоматически. Ну, и для примера еще несколько пользователей. А теперь запрограммируем автоматическую проверку наших результатов. Итак, давайте в этот столбец будем помещать автоматически проверяемое первое задание. Поэтому напишем первое задание. Следующий столбец мы будем автоматически проставлять количество баллов за второе задание и аналогично в следующий столбец за третье задание. Итак, здесь пишем равно и русскими буквами пишем слово если. Открываем круглую скобочку и мышкой нажимаем ту ячейку, которую нам нужно проверить. Она автоматически появляется в нашей формуле и мы пишем равно и указываем правильный ответ. Затем ставим точку с запятой и указываем сколько баллов дадим пользователю, слушателю, если этот ответ верен. Затем ставим точку с запятой, ставим нолик. Это тот случай, если пользователь ответил неверно. И теперь, чтобы запрограммировать для всех слушателей, как они сколько баллов получили за первое задание, мы просто берем вот этот синенький квадратик справа снизу и тянем вниз. И вы видите, что все баллы проставились автоматически. Аналогичным образом заполним данные из второго нашего столбика, где вводились задания второго. То есть указываем мышкой какую ячейку будем проверять. То есть равно если и значение ячейки равно, указываем правильный ответ, ставим точку с запятой и сколько баллов даем за правильный ответ. аналогично тянем вниз все данные заполнились автоматически и теперь запрограммируем уже наш последний вопрос, где данные проставлялись. Здесь пишем если выбираем ячейку и здесь уже несколько данных. Если вы будете проверять текстовое поле или несколько данных, то вы должны уже писать значение ячейки равно и указывать в кавычках чему оно равно. 3 у нас запятая пробел 5. И если правильно введено, давайте начислим за сложное задание 3 балла. Все аналогично тянем за правый нижний синякий квадратик и все данные по каждому обучаемому заполнились автоматически. Ну а теперь давайте посчитаем сколько баллов набрал каждый обучаемый. переходим сюда нажимаем кнопочку равно и суммируем количество баллов. Пишем русскими буковками сумм. Открываем скобочку выделяем ячейки. так все количество баллов по каждому обучаемому просуммировано. Аналогично протянули за правый нижний прямоугольник и по каждому обучаемому будет уже известно сколько баллов он набрал. баллов. мы можем уже использовать эти данные для выставления оценок. Ну и здесь нам этого мы можем отсортировать по количеству набранных баллов. и видим что наши строчки автоматически отсортировались. Видно кто набрал сколько баллов. Ну бывают сложные тесты в которых разный диапазон баллов и давайте посмотрим самое интересное как запрограммировать диапазон набранных баллов для того чтобы автоматически было выставлено оценка. Давайте напишем тогда если у нас баллов больше 5 то выставляем оценку отлично. Если баллов набрано меньше 3 0 1 или 2 тогда выставляем оценку неудовлетворительно. Поэтому я программирую что если больше 5 то в данной ячейке будет напечатано слово отлично. Ставлю точку с запятой и в противном случае уже будет проверяться другой диапазон. Если меньше 3 то это неуд. Ну и для того чтобы запрограммировать диапазон там к примеру от 3 до 4 вы пишете логическое и то есть ставите и и в скобочках через точку запятую указывайте значение ячейки в которой было количество баллов больше определенного значения и меньше другого значения. Тогда ставим удовлетворительно. Ну и естественно весь оставшийся диапазон можно было еще написать если но мы просто ставим точку запятую так как он последний и в оставшихся случаях ставим хорошо все наша форму запрограммирована чтобы посчитать для каждого быча тянем за синий правильный квадратик и вуаля все данные по нашим баллам проставлены автоматически все теперь эту таблицу вы можете использовать как результат вашего тестирования конечно можно задаться красотой оформления выбрать каким-нибудь цветом где выделяются баллы сделать подвести наши ячейки и все баллы будут проставлены автоматически в добрый путь пробуйте к нашему вебинару и сразу поступает вопрос от слушателя можно ли сразу создавать тест с автоматическим с автоматической проверкой то есть может быть первоначально вам будет сложно вводить формулы но я это показываю для того что все системы в которых вы будете проводить тестирование они дают результат в виде таблицы и лучше научиться делать вот так автоматическую проверку иначе вам придется просто искать где расположена кнопочка которая отвечает за результаты теста и так далее просто работать в графическом интерфейсе конечно легче но больше возможностей вы видели когда я запрограммировал до конца эту форму я вам могу переслать кому будет интересно и соответственно вы сможете просто эти формулы скопировать для себя и давать нужные варианты ответа потому что все системы собирают данные и потом имеют возможность экспортировать эти данные в виде таблицы и вы аналогичным образом можете проверять автоматические результаты без разницы какой системе создавался этот тест на кахуте в гугл форме яндекс формах и так далее то есть здесь вы можете принимать любое решение либо сразу указывать что ваша форма будет тестом сейчас попробуем если у меня получится сделать демонстрацию экрана раз поступил такой вопрос я сразу на него отвечу так и если вы увидите мой экран вы эту кнопочку открыть мирополис скриншайинг так нужны формулы хорошо то есть формула тогда я вам перешлю в конце вебинара так а я вам сейчас покажу тогда начать начать трансляцию раз два три четыре пять смотрим как появится моя демонстрация экрана итак смотрите друзья я вам отправил ссылочку на этот на этот тест про который я вам рассказывал вот он тест по математике мы переходим на этот тест и видим результаты тестирования попробуйте кто получил ссылку на вебинаре заполнить хотя бы какими-то данными для того чтобы мы смогли провести эксперимент в режиме реального времени то есть вот он у нас тест по математике я когда его подготовил то есть я автоматически собираю эти данные и проверяю с помощью формы но вопрос заключался в том можно ли из этой формы сразу сделать тест смотрите вы нажимаете на настройки переходите на вкладочку тесты и делаете галочку того чтобы была эта форма тестом и параметры теста то есть показывать оценку сразу после прохождения теста можете вручную проверять это то как я показал с помощью формулы и так далее нажимаете кнопочку сохранить и теперь когда у вас уже форма форма будет иметь выбор теста вы здесь назначаете количество баллов вот видите как я программировал с помощью формул вы назначаете количество баллов за правильный ответ здесь к примеру допустим ваше имя не обязательно давать количество баллов за то что пользователь ведет балла а вот к примеру простое задание 3 плюс 5 вы указываете какой ответ будет правильный да и указываете количество баллов за этот правильный ответ то есть указываем к примеру легкий вопрос будет задаваться 1 балл галочкой Мы нажимаем, какой вариант правильно. И то, что я показывал с помощью формул, это уже будет делаться с помощью графического интерфейса. Поэтому выбирайте вы. Либо вы изучаете какую-то систему и изучаете ее в графический интерфейс. Либо вы просто можете проводить свое занятие в любой системе. В Moodle. Создавать тест в Google формах. Создавать тест в любой другой системе. Данные вам будут поставляться и предоставляться после прохождения тестирования в виде таблички. А эту таблицу вы автоматически один раз указываете, что если ответ такой, то ставим столько баллов. И простым перетягиванием у вас эта таблица проверяется автоматически. Но можно делать вот такие вот тесты. Видно хорошо мой экран? Все понятно? То есть просто нажимаем на тест, 4 на 5, указываем правильный вариант ответа. И указываем количество баллов, если пользователь отвечает правильно. Видите? Все. То есть любую форму можно превратить сразу в тест. Но я это делать не рекомендую. Это, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Почему? Потому что это дополнительное действие, которое все равно потом можно сделать в нашей этой форме, собрать автоматические ответы. Вот смотрите. Вы видите, в режиме реального времени сейчас поступают данные. То есть, если бы я создал этот тест, мне пришлось бы переходить. Вот. Я выделяю все вот эти вот данные, которые я запрограммировал. И вот наши участники сегодняшнего вебинара. Я просто перетягиваю ниже. И у меня автоматически проверяется оценка. Давайте посмотрим, кто из наших активных участников сегодняшнего вебинара набрал максимум. Да? То есть, мы не будем говорить про те, кто плохо. Так вот, на отлично. У нас вы выполнили. Так. Владимировна. То есть, Анна, Нанна и А. То есть, вот Елена набрала 3 балла и так далее. Видите? То есть, все работает в режиме реального времени. Вы получаете данные уже в процессе тестирования. Также я рекомендую создавать данные формы для того, чтобы оценивать вовлеченность ваших слушателей на занятия. То есть, вы можете видеть, что таблица обновляется ежедневно. И каждое мгновение, да? То есть, и вы будете видеть. Все. Я возвращаюсь к нашей презентации. И хочу рассказать про то, что при проведении, как и при проведении уже индивидуальных занятий, то есть, все эти формы, тесты, они годятся для проведения как индивидуальных, так и для групповых. А вот для проведения занятий в режиме онлайн вам необходимо видеть экран обучаемого. Мне на занятиях по программированию это просто необходимо, потому что надо не просто говорить то, чтобы пользователь что-то делал, а надо несколько раз показать. Показать, как написать программу, показать, куда подвести мышку и так далее. То есть, к примеру, когда я провожу свои курсы, то есть, также для слушателей, я, для своих слушателей, я подключаюсь к их компьютеру и показываю, куда нужно подвести, нажать мышкой, как написать. То есть, один, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Надеюсь, вы со мной согласитесь, да? И для того, чтобы подключиться к удаленному экрану компьютера, существуют различные Remote Desktop программы, да? То есть, программы для удаленного управления. Вот таким старичком является TeamViewer. То есть, многие слышали, наверное, многие слышали, наверное, об этом TeamViewer. Вы скачиваете программку, и ваш ученик тоже вам передает вот ID и пароль. Поэтому ID вы подключаетесь к обучаемому и уже управляете экраном компьютера, как своим собственным. Открываете нужную презентацию, ссылки и так далее. То есть, на первом занятии это практически необходимо, настроить компьютер обучаемого так, чтобы обучаемый знал, где будет его лежать, та ссылка на облачный ресурс, который вы для него создали, про который я вам рассказывал ранее, да? Где будут лежать его обучающие материалы, где тесты, куда подвести мышки и так далее. И то есть, если вы подключаетесь к компьютеру, обучаемому, тогда можно меньше тратить времени на объяснение каких-то второстепенных деталей, просто показывать, показать 2-3 раза, а в следующий раз он уже начнет делать это самостоятельно и так далее. Потом, что я рекомендую, вообще не устанавливать программу какую-то на компьютер, а просто использовать расширение. Расширение позволяет вам сразу через браутер подключаться к экрану ваших слушателей. По поводу вирусов. То есть, насчет вирусов вы не переживайте, так как вирусы это только у человека. Компьютер это электронная вычислительная машина, она работает по алгоритмам, и вирус это просто запущенная какая-то программа. И если вы не запустили, не нажали на какую-то ссылку, а только работаете только в рамках своей образовательной среды, то есть, это в своем курсе дистанционного обучения, или в своем облачном диске, то никаких вирусов вы никому не передадите. Поэтому смелее пробуйте, делайте, все у вас будет получаться. Дальше, по поводу мобильного тестирования. Я вам уже запустил видео, поэтому эти слайды я перематываю, вам будет доступно для скачивания. Моя презентация, вы посмотрите просто по шагам, как я создавал тест. То есть, нажимаем тесты, выбираем кому, с кем поделиться, проверяем email, смотрим ответы, добавляем таблицу, потом делимся этой таблицей, и если надо, эту табличку программируем. Далее, что было заявлено на сегодняшнем вебинаре, это как записывать свои видеоуроки. То есть, вы видели, насколько удобно, допустим, подготовить заранее какой-то материал и запустить его трансляцию. То есть, если бы я сейчас час говорил бы, да, я бы уже со 48 минут такого темпа охрип бы. И благодаря тому, что я 10 минут вам запустил видео, я немножечко отдохнул, попил кофе, да, и сейчас с бодрыми силами рассказываю вам дальше. То есть, для того, чтобы записывать скринкасты своих занятий, скринкаст это то, что происходит на вашем экране. То есть, скрин это экран, каст запись. Запись экрана, записывать ваш экран, существует множество различных программ. Я десяток перепробовал. Вы просто попробуйте скачать. Вот Camtasia Studio. Классная программка, которая сразу после старта записывает в нужном формате, в нужном области экрана. И вы можете сразу делиться записанными видеороликами. Здесь я просто показал, что после первого запуска вы нажимаете на кнопочку «Один инструменты». В этих инструментах проставляете соответствующим образом галочки и делаете формат сохранения файла AVI. Тогда после того, когда вы запишите видеоролик, его сразу можно будет опубликовать на YouTube. Эта программа платная, да, поэтому в качестве бесплатных программ для записи экрана есть множество других программ, но они ограничены по функционалу. То есть вы там будете либо сразу весь экран записывать, там и плохая запись звука, и выбор тоже. Поэтому попробуйте использовать эту программку. Все у нас как-то делятся какими-то пробными версиями и так далее. Но можно использовать и расширение даже браузера. То есть, как я говорю, есть доступные программки, какими вы используетесь, есть дополнение. То есть расширение браузера. Вы просто заходите в свой Google Chrome, пишите у вас у всех слева сверху есть вкладочка в Google Chrome приложения. Здесь пишите, допустим, запись экрана. И вам выдается множество бесплатных расширений браузера, которые позволяют записывать ваш экран. Но тут тоже ребята создают программы, они хотят зарабатывать деньги, поэтому они делают платными какие-то дополнительные функции. То есть сейчас можно записывать легко свои видеоролики, они будут сохраняться. К примеру, чтобы они автоматически сохранились на Google Яндекс.Деск, вы пробуете уже там доплачивать. Поэтому бесплатно можете попробовать, как работает скринка Stify. Такое расширение браузера вы его установили. И сразу проводите занятие. В браузере справа сверху появляется кнопочка. Нажимая на эту кнопку, у вас сразу начинается запись. Дальше, что еще четко. То есть можно записывать видео с помощью мобильного телефона. То есть если вы проводите какое-то занятие в аудитории, то, пожалуйста, запишите это занятие с помощью мобильного телефона. Даже когда провожу личное индивидуальное занятие, у меня есть такая подставочка, да. Я мобильный телефон подставил. И когда мы с обучаемым что-то решаем какие-то сложные задачи, а любая математическая сложная задача состоит из нескольких простых, я записываю это на видео, так наклоняю просто запись экрана. И это помогает вот просто эффективно нашим слушателям, потому что они могут пересмотреть это вечером, пересмотреть на следующий день. А у вас ваше занятие, к примеру, через неделю. Через неделю все забывается. А записанные видео уроки позволяют вашему обучаемому посмотреть. И работает, к примеру, репетитором. Функция репетитора – это просто лепит, повторять, повторять одно и то же. Так перекладывайте это на функции ваших устройств, мобильных устройств и так далее. Дальше, после того, когда вы записали какую-то видеозапись, ей можно поделиться с помощью YouTube, сервисов и так далее. И вы спрашиваете, платная программа? Да, записывать платно, конечно, можно. А запускать трансляцию на YouTube можно абсолютно бесплатно. После того, когда ваша трансляция прошла, запись автоматически сохранится в виде ссылки. И вы убиваете, соответственно, много зайцев, то, что вы бесплатно записываете, то, что происходит. Сразу у вас идет прямая трансляция, и все, кто находится удаленно, дистанционно, видят ваше занятие. После того, когда что ваше занятие закончилось, вам не надо будет, или вебинар, мероприятие, когда любое событие, которое вы запускаете, трансляцию закончилось, вам не надо будет там, как же это, нажать кнопочку сохранить, потом нажать кнопочку опубликовать. Все сохранится автоматически и опубликуется уже на вашем канале автоматически. И когда вы заходите на YouTube, справа есть кнопочка создать и начать трансляцию. Вот почему немногие пользуются этой функцией, потому что запись, трансляция всегда может только вестись через веб-камеру по умолчанию. Чтобы транслировать свой экран, вам необходимо дополнить ваш компьютер программкой, которая позволяет превращать действия, то есть все события, которые происходят на вашем экране, делать отправку на веб-камеру. И тогда YouTube понимает, что уже вместо веб-камеры надо транслировать ваш экран. Для этого необходимо установить программку OBS Studio. Здесь я пошагово объяснил, как сделать настройки этой программки. Вы заходите в настройки программки, берете ключ потока, а в YouTube нажимаете на кнопку создать трансляцию и вставляете этот ключ потока. Поэтому если вы пробовали запускать трансляцию, но была доступна только веб-камера, то я уверен, что у вас получится. Но о том, как сделать эти подробные настройки и этой программки запустить свою первую программу, я также рассказываю на своем курсе. Вот так медленно, как я вам запустил свое видео, подробно, со всеми объяснениями. И вы тогда уже можете создавать аналогичные трансляции, как в Zoom, но точно такие же трансляции в YouTube. И потом, как вы говорите, кто-то из слушателей сказал, вставить ссылочку на свой веб-сайт. Можно не просто вставлять ссылку, а сразу на свой веб-сайт интегрировать фрейм, и вы будете видеть на своем веб-сайте данную прямую трансляцию. А после завершения трансляции в этом фрейме останется записанный видеоурок вашего мероприятия. Поэтому, как загружать те видеоуроки, которые вы будете записывать, вы заходите в studio youtube.com. Я рекомендую не по одному файлу нажимать, к примеру, за одно занятие, лучше записывать много коротких видеороликов. Для чего? Для того, чтобы потом, когда вы создаете какой-нибудь тест и какой-то обучаемый ответил неправильно на этот вопрос, мы ему автоматически отправляем ссылку на то видео, где объяснялось решение подобных примеров. То есть вы делаете маленькие видеоролики, но их у вас получается много. Автоматически они могут добавляться все в один курс, то есть ваши обучаемые все будут слышать последовательно. Это тоже делается с помощью определенных настройщиков youtube. Вот я показываю, как я записываю занятия. Зади у меня там десятки записанных видеоуроков. Я их просто перетягиваю, и они автоматически публикуются на youtube. После того, когда они публиковались, обучаемым можно отправлять эти сгенерированные ссылочки, которые доступны сразу после завершения. Видите, слева состояние загрузки, ссылка. Ну и то, что я сторонник того, чтобы вы не зациклировались на каком-то одном инструменте, вы можете посмотреть, как загружать видео на другие сервисы для хранения видео. К примеру, Vimeo здесь точно так же он устроен. Мы выбираем файлы, которые хотим опубликовать. Они загрузились. К примеру, вы можете посмотреть. Vimeo мне нравится тем, что youtube, если вы используете чей-то контент, вставили какую-нибудь пару картиночек, или просто вы проходите там мимо идущего на телевизоре фильма. Сразу youtube блокирует этот контент в защиту авторских прав. Vimeo работает алгоритмом не так эффективно, и можно еще загружать эти видеоролики. Ну, то есть, здесь презентация доступна, как работать с плейлистами. Это очень удобная функция. Посмотрите, а для тех, кому будет интересно, придет на мой курс, я это рассказываю все подробно. Это экономит время очень сильно. То есть, вы для каждого своего слушателя, для тех, кого проводите индивидуальные занятия, после того, когда записали видеоурок, добавляете уникальное ключевое слово. И, соответственно, после того, когда занятие состоялось, этот видеоурок уже будет попадать в его плейлист. И у меня все обучаемые знают, что там где-то не надо, где-то искать в большом этом потоке информацию. У каждого есть свой плейлист. И в этом плейлисте доступны эти видеоролики. Дальше, что я сегодня хотел еще рассказать, это про виртуальные доски для обучения. То есть, для того, чтобы проводить занятия, необходимо просто иногда взять простую дощечку. Я вот такую вот дощечку использую. Это дощечка с рукописным вводом. На этой дощечке можно сразу писать, проводить занятия. Видите, рукописный ввод. И здесь я провожу занятие. 3х, там плюс 2. Видно меня? Вот. Я провожу это занятие, пишу здесь. И обучаемые видят то, что я пишу. Можно писать даже на мобильном телефоне. То есть, вы отправляете какую-то ссылку на какую-то доску. И все обучаемые пишут на этой доске. Поэтому среди досок, которые необходимо использовать для своих занятий, таким дедушком, является iDrew. Это вот я первое свое занятие, наверное, проводил лет 10 назад. Не знаю, сколько это было. 9 лет назад, да. И тогда я пользовался этой доской. И пользуюсь ей до сих пор. Но появляются различные интерактивные доски на своем веб-сайте. Я дополняю этот список. Там более 40 различных интерактивных досок, которые вы можете использовать. Выбирайте сами. Для чего, для каких целей. Вот, к примеру, мы проектируем там базу данных. Здесь просто нужно набросать. Я сразу набрасываю и отправляю материалы. iDrew они сделали просто платную версию для того, чтобы вставлять изображение. Но, допустим, Google это та компания, которая быстренько обламывает всем планы, потому что, если кто-то хочет заработать, они создают свои инструменты абсолютно бесплатно. И Jumpboard Google.com это инструмент, который работает эффективно, быстро. Они свои устройства даже для Jumpboard выпустили. Как Microsoft, вот эти планшеты, так и Google Jumpboard. И там вы пишете на своем телефоне, мобильном устройстве, а это все отображается. Работать с Jumpboard тоже просто. Вы заходите на главную страничку, справа снизу у вас появляется плюсик. Вот я вам показал вот этот. Нужно нажать на этот плюсик и появляется возможность создания новой доски. Вы выбираете карандашик. Это вторая кнопочка нарисовал. И третья. У вас есть возможность переключаться между страничками. То есть, если iDrew это бесконечно влево-вправо, можно переключаться по доске, то здесь как тетрадка. Каждая страничка, каждое задание. Но зато вы, если берете инструмент ножнички или любой принт-скринт, то он сразу, counter-v, или правая клавиша мышки, вставляется это изображение на экран. К примеру, из множества досок, вам нужно встроить, интегрировать эту доску на свою страницу обучения. Допустим, на свой веб-сайт я встроил доску. Вот вы можете посмотреть, как на моем сайте Matem Online работает интерактивная доска. И мы сразу можем работать на сайте или в каком-нибудь курсе. Вы в виде према интегрируете эту доску, и она у вас доступна. И вы можете в ней писать, точно так же брать карандашик и объяснять какой-то материал. Поэтому подведем итог нашего сегодняшнего немножечко вебинара. Что мы научились делать? То есть мы научились созваниваться с нашими обучениями с помощью любого мессенджера. Поэтому выбирайте любой один мессенджер, какой вам подойдет, где лучше вам будет слышно, видно в ваших обучениях. Второе, это необходимо приблизить процесс прохождения наших занятий с помощью интерактивных досок вы можете писать, объяснять материал. Объясняя материал, лучше, конечно, это записывать на видео. Поэтому используйте либо расширение браузера, либо какие-нибудь программки, но как там та Севастодия, которая потом позволяет записанное видео отредактировать. Для этого тоже в Директ Академии есть курсы. У Павла Юрьевича он там классно рассказывает про то, как редактировать, работать с этими материалами и так далее. После того, когда вы записали эту доску, записали объяснение материала на доске или просто вы показывали презентацию, необходимо опубликовать записанные видео уроки. После того, когда вы объяснили этот материал, вам необходимо сформировать. Вам необходимо узнать, как ваши обучаемые ускорили этот материал. То есть, сформировать тестирование. И здесь инструменты уже помогают вам автоматически проверить результаты этого теста. Итак, уже мне напоминают, что сертификаты обучающиеся сформированы. Приобрести можно здесь. Ну, как бы вы видели несколько там функций. То есть, я хотел еще рассказать, как публиковать системы в системе управления обучением. То есть, либо в CMS, либо в Learning Management System. О том, какую выбрать систему. Я также подробно рассказываю на курсе. То есть, я стараюсь всегда рассказывать про те системы, какие можно использовать бесплатно. И, соответственно, преимущества, допустим, платных систем. То есть, когда необходимо уже платить деньги, когда это действительно экономит ваше время, нужно подходить к тому, что все должно сводиться к экономии вашего времени. И если вы тратите время на освоение, к примеру, того Moodle, ну, там, к примеру, 2-3 месяца, а потом вам это даже и экономит время при проведении ваших очных, дистанционных занятий, да, потому что вам сказали, то я считаю, вообще не нужно тратить время. А вот если вы делаете одно и то же, там, публикуете, рассказываете материалы и так далее, то, конечно, лучше освоить какую-то систему и публиковать уже в этой системе материалы. Для всех участников моего сегодняшнего вебинара, у кого будет сертификат, вы можете мне лично по Skype написать. Я вам предоставлю кабинет пользователя на одном из своих сайтов. Вы попробуете публиковать материалы, попробуете опубликовать свои записанные видеоролики или найденные чьи-то видеоролики. То есть у вас уже появится персональная страничка, и вы будете на эту персональную страницу постепенно дополнять различными материалами, формами, тестами и так далее. Да, о том, как работать в этой системе, я вам оставляю слайды. Конечно, это выходит за рамки нашего сегодняшнего вебинара. Здесь уже вы просто посмотрите, куда как надо нажимать. И о том, что, к примеру, когда вы провели какой-нибудь тест, чем преимущество системы дистанционного обучения или любой CMS-ки в том, что вы сразу можете интегрировать результаты этого теста на данную страничку. Потом, к примеру, на телефоне оставляете сохранить на главном экране. И у меня на главном экране уже отображается в режиме реального времени вся аналитика либо по моим веб-сайтам, либо по моим созданным курсам, где сколько человек зашло. Там 14 человек этот курс проходит. Есть массовый курс, где 1400 человек проходит. Я вижу аналитику их обучения. То есть, для чего существует система управления обучением? В том, что те же тесты создаются там автоматически. То есть, вы сразу говорите, что это будет тест, указываете в нем, какие правильные и неправильные ответы. И эти ответы поступают на ваш дашборд. Но сегодняшний вебинар я провел для тех, кто вообще еще не имеет никаких систем дистанционного обучения. Вы просто созвонились со своими обучаемыми. Нужно быстренько собрать эти результаты обучения, чтобы они вам не писали на листиках и не присылали фотографии этих листиков. Используйте те сервисы, которые я вам показал, объяснил. А уже дальше здесь на презентации я показываю, что вы можете зарегистрироваться по этой ссылочке. Давайте я вам тогда те ссылки, которые сегодня подготовил, я тогда вам сейчас перешлю. Перешлю. Так, сейчас, секунду. Полезные ссылки для проведения онлайн. И вы сертифицированы моим сегодняшним участником. Да, я также могу предоставить личный кабинет Moodle для тех, у кого нет. Ну, у большинства преподавателей университета Moodle есть. Но также вы можете создавать в любой другой системе. Я, к примеру, на своем курсе показываю, как легко и быстро создавать на степе. То есть не надо осваивать сложнейшую систему для того, чтобы просто публиковать материалы и проверять результаты тестов. То есть вы используете простой Google, к примеру, Classroom, и ваши задания будут публиковаться. Ну, я не знаю, как бы, слушатели, те, кто рассчитывал только час побыть, уже, наверное, убегают по своим делам. У меня, как бы, подготовлены еще материалы здесь о том, как создавать, хотя бы, как публиковать простейшее мероприятие в системе управления Moodle. Да, вы выбираете страницу, публикуете эту страницу, аналогичным образом можно создавать тест. Вот, для тех, кто желает в этой системке попробовать, тоже напишите мне, либо по Skype, либо на e-mail. Поэтому я вам предоставлю возможность для творчества, для возможности создавать свой дистанционный курс обучения. Ну, а также можно просто использовать любые готовые системки. Вот здесь вы нажимаете регистрацию. Ссылочки, которые необходимы для дистанционного преподавателя, я тоже подготовил. Ну, давайте тогда еще 5 минут я отвечаю на ваши вопросы. Параллельно рассказываю то, что вы сможете услышать меня на курсе. То есть, это как создавать, допустим, как проводить веб-конференцию. То есть, всем сейчас говорят, проводить конференцию с помощью Zoom. И вы так, как самый первый вопрос пошел. То есть, я зашел немножечко дальше. То есть, и, допустим, вы, когда создаете свой веб-сайт или же страницу на каком-нибудь веб-сайте, вы можете интегрировать эту конференцию Zoom на свой веб-сайт. Это отдельный модуль-плагин, которым расширяется. Видите, здесь вы подключаетесь к конференции Zoom. И сразу внутри своего веб-сайта вы организовываете конференцию. То есть, после того, когда ваше мероприятие совершилось, прошел ваш видеоурок, в Zoom вы запустили трансляцию, трансляцию и демонстрацию, к примеру, своего экрана. Там делается намного проще. То есть, в Zoom вы сразу запустили. И сразу нажимаем не камера, а транслировать свой экран. Аналогичным образом, как это и в Skype делается, это можно сразу транслировать свой экран. То есть, это будет записано автоматически и автоматически сохранено. По умолчанию Zoom может бесплатно записывать там 40 только минут. Но, в принципе, это ничто не мешает, что вам проводить занятие по 40 минут, делать перерыв и создавать новую конференцию. Зуми снова бесплатно. То есть, очень удобно, очень много инструментов, очень хорошее качество звуков. Видите, записи, конференции. Это вы создаете какую-то конференцию, да, и автоматически у нее появляется номер. Очень классно, что эту конференцию можно добавлять сразу в календарь. И, к примеру, когда вы создаете какой-нибудь свой курс обучения, у вас сразу для каждого курса обучения есть свой календарь, и это событие автоматически попадает в ваш календарь. То есть, возможности, которые сейчас предоставляет нам система для того, чтобы сделать занятие интересным, интерактивным, чтобы можно было демонстрировать свой экран, подготавливать различные материалы, очень много. То есть, даже за рамки того курса, на который я вас приглашаю, выходят те темы по созданию интерактивных видеоуроков. То есть, когда вы записали видеоурок, а потом сделали этот урок интерактивным. То есть, на определенном моменте вашего видео вы делаете так, чтобы пользователям можно было выбирать, либо повторить еще раз материал, либо двигаться дальше. Но обычно это делается в виде теста. Вы в середине видео вставляете тест, и если пользователь ответил правильно, он переходит на следующую минуту видео. А если нет, вы его перематываете на начало этого видео и заставляете до тех пор, пока он не прослушивает видео правильно, не переходить далее. То есть, очень много различных инструментов. Приглашаю тогда создавать эти инструменты. Здесь я, к примеру, там какую-то взял систему, показал, что здесь легко создается тест. Видите? Тип вопроса. Вы создаете тест, указываете, какие варианты ответа будут правильные, назначаете баллы. И вуаля, что после того, когда вы провели какое-нибудь тестирование в системе, у вас есть экспорт статистики с ответами. И после того, когда у вас выдается эта таблица, всегда будет первым идти пользователь ваш, слушатели. А потом в каждой колоночке это те задания, которые вы выдавали. И любую таблицу вы можете программировать, как я вам показал в сегодняшнем видео. Почему-то мало кто об этом говорит. Все привыкли вот так изучать, куда нажимать кнопочку. А потом, чтобы что-то происходит с обновлением интерфейса, и мы все садимся, у Google выдал нам новый интерфейс пользователей. И все сидим, потеем, холодеем от того, что где же найти ту кнопочку. Поэтому просто наловчитесь работать в таблицах. Они за последние лет 40, наверное, не поменялись вообще в использовании. То есть, когда еще не было даже интернета, все уже существовали табличные редакторы, и в них можно работать абсолютно комфортно. Вы собираете данные. И эти данные, если вы наловчились и собираете правильно, системы, которые разрабатываются, системы, как там модно говорится, по-моему, системы искусственного интеллекта для образования, они будут подхватывать ваши формочки, ваши таблички, и вы будете просто получать аналитику о результатах тестирования. Ну, в принципе, как бы то, что я хотел, я рассказал немножко, выбился за рамки времени, но это уже как бы... И так много удалось рассказать. Рассказать, да, все. Поэтому здесь я прикрепляю то, где я расположил наши ссылочки, приглашаю на тот курс, про который уже Татьяна рассказала, он будет проходить через неделю, и мой авторский курс, это «Как стать успешным дистанционным преподавателем», на котором я рассказываю уже не так быстро, а все последовательно, основательно, с помощью пошаговых инструкций, как проводить действительно эти онлайн занятия. То есть он кардинально отличается от тех, которые существуют вообще вот такие массовые, такие курсы, которые вот проводите так. Это лично мои наработки, то, что я использую, то, что действительно становится легче, то, что упрощает жизнь и экономит ваше время. Ну, в принципе, это все эти инструменты собраны от большой лени, то есть мне было лень сначала повторять одно и то же, обучаем, лень проверять эти задания, да, и так далее. И эта лень превратила, превратила все эти занятия уже в реальное взаимодействие со слушателями, потому что раньше нужно было отвлекаться, там подготовить тест, сформировать его где-то, а сейчас все это делается автоматически. Поэтому жду ваших вопросов. На сегодня я с вами тогда прощаюсь. Всем пока. Да, лень двигатель прогресса. Но для того, чтобы стать лентяем, надо изрядно поработать, поэтому приглашаю на... Перейдяем. Ой, Это лень.